Что касается про нетерпения, коллеги, я говорю очень чётко, очень чётко, ну во-первых, протесты в Украине были, есть и будут. Это право граждан Украины, которое гарантировано Конституцией Украины, и это Украина подтвердила как серьёзный демократ. Вы помните, что сказала Кандализа Райс, когда она была здесь? Вадим, Вадим, послушайте, вы много лет в политике, вы много лет в политике, я первый раз стал ловим депутатом. У вас много Майдана, может вы управлять когда-то начнёте страной или нет? Нет, Вадим, не мешайте, вот не мешайте, вы много лет в политике, а я первый раз стал ловим депутатом, и уже не мешают. Вот я имею право мешать. Натворили, нам за вас выгребать. Вадим не творил, если ты не в курсе. Он наблюдал и анализировал все эти годы. И консультировал тех многих, которые довели страну до такой ручки, которая на сегодня осталась. Это правда, это правда. А тема где-то разговора, поговорим потом вне эфира. Но из-за таких, как вы, и те, которые электронные декларации показали. Я не могу, мы с Аленой, а вы вдвоём сходите. Послушайте, то, что я вам сейчас скажу, вам не угрожает, поэтому имейте смелость дослушать. Следующее. Опытные политики всегда подтвердят мои слова о том, что в период кризиса есть, наблюдаются всегда только две точки роста. Первая, это активность граждан, и это нормально. И есть вторая точка роста. Всегда растут желания политиков, популистов, интриганов, нагреть на этом руки и получить какие-то дополнительные баллы. А конкретно можно? Друзья, когда люди концентрируются на улице? Люди концентрируются тогда на улице, когда закрыты двери чиновников. Когда нет диалога государства и граждан. А когда протесты и слушают те люди, которые принимают решения за этих людей и создают, как создало правительство Гройсмана. Давайте говорить объективно, почему об этом молчат. Реш-ти-реш. Но за эти короткие полгода правительству Гройсмана удалось создать целый ряд механизмов, которые будут смягчать тарифный удар. Это и субсидий 52 миллиарда гривен. Более чем достаточно. Не на баррикады людей нужно звать, а звать их в Управление труда и социальной защиты. Оформлять сезон. Вы за новостями следите. Давайте абстрагируемся от тарифов. Вы за новостями следите. Только на этой неделе несколько акций протеста в разных регионах Украины. Маленькие, локальные. Бастуют шахтеры. Голодают шахтеры. Вы знаете, что сегодня пятый день голодовки шахтеров в Украине. Вы знаете, что врачи выходят, учителя выходят. И уже давно на пенсии. Вы слышите мои вопросы или вспоминаете свои личные истории. Но я хорошо сегодня был. Почему тогда на сегодняшний день так много локальных акций протеста? Самое главное, что есть ответы на те акции протеста, которые происходят. Ну горняки пять дней ответа не слышат. Они пятый день сидят на воде, например. Я сейчас не вспомню просто населенный пункт. Я говорю про то, что знаю. В бюджете 2017 года вопросы горняков и шахтеров будут решены в полной степени. Но если двери открыты, давайте договоримся так. Двери открыты. В первую очередь, давайте они будут открыты у вас. Вы завтра едете на шахту. Я вам скажу после эфира, где бастуют, голодают шахтеры. Едите к ним, открывайте вы к ним двери. Приходите и объясняйте, почему они должны закончить с голодовкой. Вы сделаете это или нет? Я, мне есть куда поехать, на мой родной Южмаш, для того, чтобы там погасили задолженность по 70 миллионов зародных плат. Да не нужно ехать на родной Южмаш, там люди не голодают. Я вам говорю о конкретной ситуации. Пять дней люди пьют только воду, ждут деньги. Двери власти открыты, говорите вы. Езжайте. Надо ехать. Надо ехать. Я дам вам ажи. С вами поедете в новой подробности. Меня перебили, а я хочу договорить. Я хочу договорить, когда меня перебили. Я всех внимательно выслушаю. Слушаем. Друзья, самое главное, что сегодня людям нужно четко сказать, что на баррикадах не решается вопрос. И вопрос о снижении тарифов не будет решен. Вопрос заключается о том, как поставить повестку дня, зарабатывать людям больше, чтобы они не нуждались больше в ваших подачках, которым... А успирательный горный решается линия, которые не сказали. Просто так же говорили предыдущие тарифы. Поэтому компетентно докладываю. Вашки чего научат история, причем навечно. Я рассказываю о ближайших перспективных планах, которые стоит ждать украинских братьев. 52 миллиарда субсидий, я уже слышал. Да и встаньте в очередь все вместе. Первое. Монетизация субсидий уже в конце отопительного сезона 2017 года. Когда деньгами люди будут получать субсидию. Не на счета монополистов. А можно субсидий? А можно субсидий? Сначала подготовить. Сначала поставил металлопластиковое окно. Раз. Дальше. Энергоэффективность. Друзья. 80 миллионов. 50 раз можно снизить. В половину можно снизить стоимость тарифа. Об этом нужно говорить. Пересмотреть нормы потребления, которые сегодня чрезмерно завышены. Чрезмерно завышены нормы потребления. Кто их считал? Вот об этом стоит сегодня повестка. Максим, ну уже в ближайшее время мы увидим, убедили ли ваши пламенные речи только что, украинцев не выходить на улицы. А других... Я говорю о том, что за свои права нужно всегда бороться и отстать. Сейчас о другой новости, которая тоже вряд ли улучшит жизнь украинцев и возможно усилит их протестное настроение. Глава НБУ Валерия Гонтарева на этой неделе заявила, что Киев вряд ли получит, по крайней мере до конца года, очередной транш от МВФ.